Смысл заключается в следующем. Есть такое понятие, как миссионерство. Что такое миссионер? Кто такой миссионер? Миссионер – это тот, кто рассказывает о высоких божественных истинах людям, которые ее не знают. И он невольно, будучи миссионером, снижает градус, снижает духовные какие-то вещи до понимания людей. И это большой риск. Миссионерство – это большой риск. Вот эта грань между высоким, светлым и народным попсой, она очень тонкая. Деваться некуда, приходится говорить на языке людей, но ни в коем случае не потакать им и ни в коем случае не падать до их уровня, приподнимать. Чуть выше уровня человека в данном контексте, чуть выше уровня в данном контексте и так дальше, и так дальше. Это стратегия общая. Но смысл один. Если ты пришел говорить к человеку, который вообще ничего не знает о Христе, говори о том, что его интересует – о жизни, о смерти. А потом дальше говори о существовании Всевышнего. То есть начинай с более широких вещей, с тем, чтобы потом привести к… Это как ступеньке истины. Поэтому и, наверное, и видео тоже. Это то, о чем я говорил. То, о чем я говорил. Понятные людям смыслы – закипает чайник, да? Там человек садится в автобус или в метро. То есть вот эти понятные смыслы все равно осмыслили в рамках в православном виде. Если мы поставим, что это вот… Даже сквозь эту суету и каждодневность мы должны не забывать о Боге. И если это каким-то образом мы передадим в экране, значит, мы уже свою миссионерскую вот эту вот задачку несения Бога уже выполнили. Вот. Поэтому бояться не надо экспериментов, бояться не надо каких-то новых форм. Даже более того, что это должно приветствоваться, потому что Бог разнообразен. Ну, в крайнем случае, вот так вот мыслится мне на сердце. Вот. Это не значит, что мы отвергаем… Не то, что мы каноны… То есть внутри церкви, когда человек войдет внутрь, есть такое понимание… Нужен ли театр православный человеку или нет? Ответ такой. Пока человек на более низком уровне, театр поднимает. А потом в какой-то момент он от него отойдет. То же самое со всем будущим. Не в смысле отойдет, как… Отвергнет навсегда, как институт. А в смысле, что на каком-то этапе у него будут более высокие какие-то моменты. Но это более высокие моменты. Монажеское отделание, отрезвение, внутри… Это не для всех. И поэтому сразу человека с первого класса, давай-ка в университет его, и давать ему какие-то нормы, которые понятны, естественно, в монастырской жизни, в оцерковленной жизни людей… Эти нормы нельзя переносить на первоклассников, на ясельников, на дошкольников и прочие. Вот. То есть, прежде всего надо понимать, с кем ты имеешь дело, и тогда уже из этого исходить вот тот уровень, на котором говоришь с людьми. Это есть суть… Наверное, рассказал не только о православии, да. Так любая миссия любой конфессии идет. И в этом суть воспитания, наверное, да. И образование «я». Вот. И в этом смысле ничего нового, ничего какого-то такого, я думаю, что не открыл. Но смысл в чем? Все можно. Вот. Единственное, что… Есть такая максимум. Верь в Бога и делай, что хочешь. Если ты с Богом, плохо не сделаешь. Вот тут ситуация в этом. Вот это надо четко в себе понимать. Это не разрешение на все делание, а разрешение, что если ты с Богом, что бы ты ни сделал, это будет правильно и хорошо.